Итак, добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук, уже увидимся с вами в новом году. Все отдохнувшие, все праздники у нас прошли и давайте приступать к работе. А именно посмотрим, что интересного нам рынок готовит на начало года, что уже приготовил. Итак, поехали по графику. Давайте начнем с вами золото, с интересного инструмента, который потихонечку набирает свою силу. Мы видим, что было накопление, отмечен у нас уровень 18.21. И сейчас мы вышли выше, обращу ваше внимание, что перед этим были ложные пробои, хвосты, тем не менее, неглубоко мы откатились и обратно выходим выше, что показывает на силу покупателя. И видно у нас четко от каких границ работать. Поэтому смотрим за золотом, я думаю, что лонговая ситуация у нас продолжится, особенно это будет ярко выраженное после пробития 18.30. И здесь пойдут уже срабатывания стопов, кто ставил ближе, без убыток, кто ставил за этот хвостик, кто шортил. И все это движение пересидело сейчас в надежде того, что пойдем еще ниже. Вот, скорее всего, будет вынос этих людей по их стоп-лоссам. Если же нет, мы смотрим от этого уровня заход в лонги уже на следующей неделе. Если мы просто, да, постоим здесь, удержимся, и тогда можно также присматриваться к лонгам. Пока никаких шортов я по золоту не вижу. Давайте с вами рассмотрим нефть. Да, нефть также очень сильно смотрится. Пробили мы вот этот исторический в плане этого графика, да, потому что у нас каждый месяц на московской бирже меняется контракт, да, и так как это новый контракт, это исторический для этого контракта хай, сейчас закрепились выше. И видите, стоит, стоит, нет импульса, да, нету здесь таких агрессивных покупок, да, как должны быть при пробое хая. Что наталкивает меня на мысль, что все это ложное, да, движение, и мы здесь постоим, постоим, и как только будет закрепление 83, где-то 30, я вот здесь себе отмечал в этой зоне, естественно, что люди начнут выходить, потому что как такового, кто здесь позаходил в лонги, кто сейчас ожидает импульса, да, выше 85, там, и далее, естественно, они будут капитировать, выходить по стопам, и здесь можно будет взять шорт. Я не говорю сейчас о том, что сейчас лучше заходить, сейчас же еще дороже, цена еще лучше для шертов, я говорю, когда сменится ситуация. Сейчас у нас все хорошо, в лонголе мы точно так же можем постоять, и спокойненько себе без импульса пойти еще выше. Нефть так может сделать абсолютно легко. Объемы большие, ликвидность огромная, поэтому смотрите очень пристально за этим уровнем, так как, еще раз повторюсь, нет у нас хорошей, мы пробили на объеме, но нет хорошего импульса на продолжение движения. Я думаю, что затянут ниже, естественно, если затянут ниже, тогда мы скатимся где-то в район 80 долларов. Поэтому рассчитывать на большое движение, да, так как это идет по тренду все вверх, и шортить, и ждать там уровней где-то 69 или 70, нет никакого смысла, потому что нужно взять короткое движение, да, шортовое, взять 3-4 к 1 и выйти из инструмента, потому что тренд в любую секунду обратно вернется в этот крупный игрок и будет добирать позицию, будет тянуть инструмент вверх. И какой бы у вас ни был стоп, по тренду вас высадят с любым депозитом. По доллару-рубль. По доллару-рубль интересная ситуация в плане вчера, да, у нас сильно завалилось насчет санкций по новостям вся Россия, я сейчас покажу. Например, индекс РТС, да, вы видите, какая вчера свеча была на объеме, скорее всего, это все продолжится. Сбербанк уже не выдерживает, да, вы видите, что идет обратный слив, хотя только откупали. Газпром чуть менее более сильным, да, потому что он вышел в этом году, в прошлом, прошу прощения, уже, на хорошие свои отметки, да, на которых никогда не был до этого относительно несколько лет. Поэтому на фоне этого мы видим, что и доллар-рубль, естественно, теряет свои позиции, да, доллар дорожает. И для нас интересная ситуация разворачиваться будет в районе, я себе отметил этот уровень, 77 тысяч. Вот здесь. Чуть ниже, чуть выше, да, кто как отмечает по хвостам, по телам, но здесь я бы присматривался, что инструмент будет удерживать, да, будет выходить какой-то объем. Сейчас мы с вами на 5 минутки посмотрим, уже какой-то объем, да, вы видите, выходит. Поэтому где-то в этом районе я бы присматривал обратно на заход в лонговую позицию, да, если вы здесь где-то фиксировались, то заходим, прошу прощения, заходить, заходить в лонг где-то от этих уровней, я бы предпочтел после того, как выйдет объем, хорошо постоим, да, сделаем какой-то ложный вынос, это может быть, например, мы затянем 77, и где-то под вечерку здесь можно будет пробовать. Если же, обращу ваше внимание, что сегодня пятница, и если инструмент так и останется 77 тысяч, да, и никуда не пойдет, и вы не зафиксировали свой 3 к 1, 4 к 1 свой потенциал сделки, лучше выйти, не переносите через выходные. Или поставьте без убыток, да, чтобы вы спали спокойно, и если в понедельник откроется против вас, да, и это движение будет происходить еще ниже, да, будем тестировать там 76 500, 76 тысяч, вот, то вы будете хотя бы спать спокойно, у вас тут по без убытку вашу позицию вынесли, и вы спокойно себе анализируете и заходите на следующей неделе в этот инструмент без предыдущего убытка, без нервов, спокойно себе придерживаясь стратегии. Поэтому присмотрите, хороший уровень, я думаю, что от него еще мы увидим тестирование 78 тысяч. Еще раз повторюсь, это мы рассматривали с вами уровень 76 800, где-то 77 тысяч. По евро-доллару также интересная ситуация, мы с вами весь, наверное, декабрь и ноябрь говорили, что ну нет, ничего интересного, да, он немножко пошел, пошел, потом стоял, мы видим, да, что с 26 примерно мы стоим. Сейчас вышло хорошее движение, да, вышли мы из этого диапазона, теперь нужно смотреть, как это будет развиваться. Если мы вернемся под эту, под эту тур, естественно, будет хорошая точка для шартов. Если мы вернемся к этому уровню и удержимся на нем, то тогда это будет хороший ретест, и мы можем открывать лонговый позицию, но опять же очень короткий, потому что я обращу ваше внимание, тренд все равно нисходящий, какое бы тут накопление не было, какое тут объемы не были, пока о смене тренда говорить рано. Да, было накопление, но это может быть ложный вынос, всех тут забрали в лонги, и потом завезут обратно под этот уровень, и пойдем спокойно еще ниже. Поэтому очень внимательно смотрите, но евро-доллар потихоньку начинает наживать, и в 2022 году мы можем увидеть интересное движение по этому инструменту. Из интересного на сегодня это все, что я хотел вам рассказать и показать. Надеюсь, что вы хорошо отметили, хорошо отдохнули, и теперь готовы снова вливаться в работу и зарабатывать на рынке вместе с нами. Поэтому хороших вам выходных, хорошего вам пятницы отторговать, хороших сделок. Всего доброго!